мы иногда слышим что пащинян чуть ли не 10 раз на дню беседует с путиным и параллельно страшно он торопится закрепить намечающуюся дружбу с турцией к чему такая спешка не люблю этого человека называть по имени на собой его просто как мы так если примера как удобно сейчас занято только одним сохранением своей власти но в то же время мы все прекрасно понимаем уже много достаточно было разоблачение что ходят большие подозрения что в принципе это вся вот эта шайка которая сегодня у руля в стране это все по сути говоря представляющие интересы турции азербайджана люди поэтому не иметь отношения с турцией он не может даже несмотря на то что он полностью можно сказать сейчас устраивает даже не побоюсь этого слова и полностью исполняет все прихоти кремля тем не менее он не может и не исполнить приходи турецких и азербайджанских султанов до трех господа по сути говоря да и цель у него этим одна сохранить свою власть но в то же время понимает что как бы он не заигрывал с турцией азербайджаном что-то против россии он не не может сделать потому что сегодня будет он сидеть в этом кресле или нет зависит исключительно от россии потому что если в россии будем честно если россии не захотели бы и предприняли бы какие-либо меры он уже своем кресле не сидел и об этом высказывались очень многие известные в том числе настолько пророссийские люди что в пророссийской стюсом нится но никак нельзя например тот же андроник и грани наверняка вы его знаете фактически он дал понять что когда в марте 2021 года то есть прошлом году в марте кинштаб армении во главе соником госпаря нам сделали заявление от россии требовалось всего лишь морально поддержать но россия фактически остановила возможный военный переворот в армении и призвала все стороны конфликта решайте вопросы конституционным путем и фактически именно с этим решением россии после чего обили были объявлены досрочные выборы то есть россия не желает и не желает политических изменений в армении политических изменений нет смены власти опять же россия никогда не говорила что мы будем содействовать какой-то власти будем честными да россия никогда не вмешивалась она всегда говорила можете делайте смену власти но это должно произойти конституционным путем другой вопрос возможен ли переход власти транзит власти конституционным путем в стране где все решает административный ресурс а 80 процентов населения твоей страны лиза блюды конечно же это невозможно но опять же россия это не должно волновать это наши проблемы но получается что опять же не слишком пророссийский лидер устраивая лидер армении устраивает россию больше чем любой пророссийский ну фактически да потому что сейчас данный момент всем внешним игрокам в армении по сути в стране где уже введено внешнее управление нужен именно такой человек который не может и не собирается и не хочет отстаивать интересы своей страны а просто делает то что ему диктует как вы оцените в связи со всем тем что вы сказали действия оппозиции такое впечатление что наши оппозиционеры находятся в зоне комфорта но очень правильные очень достойные выступления в парламенте но пожалуй ничего большего может быть к весне ожидается какая-то активизация какая-то уличная борьба я бы сказал что наши оппозиционеры нисколько в зоне комфорта находится только они просто в ступоре и не знают что делать потому что действительно ни для кого не секрет что эти рамки есть эти рамки поставлены к смена допустим теми странами которые курируют этот регион из не эти рамки выставлены и причем настолько жестко выставлены что по сути говоря и российские средства массовой информации и западные в том числе и турецкие говорят что любые изменения любой перетурбации в этом регионе чреваты началом возможным началом новой войны разумеется этого не нужно россии турции это может быть и нужно но опять же турция не имеет такой сегодня вес как допустим запад запад тоже сейчас требует по сути говорят тоже мира в регионе именно поэтому оппозиция сейчас на самом деле в ступоре и мирным путем смена власти возможно двумя способами то есть это либо действительно если будет такая массовая народная забастовка после которых просто страна будет парализована и правительству ничего не останется кроме как бежать потому что они не просто уйдут они будут бежать потому что они прекрасно понимают что любой день тот день когда из этих кресел их отклеят то половина из них в лучшем случае окажется за решеткой именно поэтому пытается оппозиция не говорю что не было никаких шагов со стороны оппозиции как-то поднять народ поднять народ даже не к восстанию хотя бы гражданскому неповиновению но очень много было допущено в начале ошибок и эти ошибки привели к тому что сегодня как рейтинг самой оппозиции падает несмотря на то что рейтинг власти тоже падает но и помимо этого все больше и больше разочарования в нации у всех опускаются руки и очень тяжело собрать достаточное количество людей чтобы создать какую-то ситуацию которая будет в которой уже будет вынуждено правительство действующее подать в отставку это в лучшем случае но и естественно есть конечно же и другие методы избавления от этой власти допустим во многих странах затем которые показались в так сказать ситуации схожи с армянскими в принципе если смотреть исторические события во всех этих странах происходили военные перевороты то есть если в армении произойдет однажды военный переворот можете смело знать что скорее всего это уже было с одобрение как сказать внешних сил но пока об этом говорить очень и очень прежде однозначно это не то что преждевременно нет никаких предпосылок да хотя опять же если массово силовики откажутся подчиняться действующей власти вспомнит что по его погону не хочу исчезть то может быть все и по-другому будет но здесь просто стоит вопрос в том что весной оппозиция собирается проводить какие-либо акции или же нет потому что как по мне последний шанс наверное для действующего парламента для действующих парламентской оппозиции выпихнуть из кресел преступников это именно вот весна потому что дальше их власть уже будет окончательно укреплена и дальше начнутся полные чистки и я не думаю они происходят и сейчас давно это происходит пока что не массово происходит постепенно разумеется пытаются посадить самых активных самых опасных и самых радикальных естественно что касается уже того когда их власть окрепит там уже будет всех подряд сажать и будет тотальная цензура тем более с казахами наш человек из кресла премьер-министра подружился когда ведь оппозицию научили как средства массовой информации закрывать его тоже наверняка уже научили и он просто ждет отмашки каков ваш политический прогноз на наше ближайшее будущее обобщенный вопрос очень на самом деле трудно сейчас делать какие-либо прогнозы но это в принципе всегда но я считаю что у нас есть весна это наверное действительно до последний шанс избавиться от этой власти случае если весной не произойдет смена власти но максимум допустим летний месяц июнь июль если этого не произойдет однозначно смена власти произойдет в армении но это уже будет не смена власть это будет шило на мыло это по сути говоря те люди которые сейчас поставили вот этого человека который занимает кресло премьер-министра они просто поставят другого своего потому что он им тоже надоедает по истечении срока вот на который даже не избрана это даже может быть и не по истечении срока например вот опять же наши преступники которые сегодня у власти они уже объявляют о переходе на президентскую форму управления то есть выборы президента хотят организовать и так далее на конституционные изменения то есть возможно таким таким способом они просто лишат клоуна который сидит в крест и премьеру власти и поставят своего человека через президентские выборы а этого куда-нибудь там за границу у ведут спрячут потому что им тоже он не выгоден плане того плане того что как минимум только на одну его охрану приходится тратить огромные деньги потому что он до сих пор даже в туалет не может сходить без охраны что думаете вы пишите в комментариях спасибо за просмотр до новых встреч спасибо за просмотр поставьте лайк и если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь